Мой доклад будет посвящен интервенционной диагностике неинвазивных форм рака молочной железы. В чем особенность диагностики неинвазивных форм? Почему так важно выявить именно на этой стадии? Хотя у нас рак инситу считается в классификации в МКБ стоит как доброкачественная категория, но именно протоковый рак инситу считается прединвазивной формой рака молочной железы с высоким риском перехода в инвазию, поэтому именно диагностика на этой стадии и диагностика форм протокового рака инситу очень важна и требует обязательного лечения. Я думаю, что это не новость и всем известный факт. Чаще всего неинвазивный рак выявляется в возрастной группе до 40 лет. Здесь у нас маммография малоинформативна зачастую, поэтому достаточно сложна именно маммографическая диагностика и ультразвуковая. Поэтому мы должны применять комплекс диагностических методик, модальностей для выявления самого факта рака инситу, а также обязательно определение распространенности опухоли по молочной железе. Несмотря на то, что не дает неинвазивная карцинома метастазов, она может иметь достаточно большую площадь распространения и объем операции определяется, и важно его определять, именно в зависимости от распространения в ткани молочной железы. По вариантам возникновения и распространения рака инситу может отличаться лучевая картина, то есть ремиологическая ультразвуковая картина, как мы видим эту опухоль при исследовании. Если эта опухоль распространяется по протокам, то мы можем увидеть на ультразвуке расширенные протоки, перестройку структуры. При ультразвуковом исследовании тоже мы… Ой, при малографическом исследовании мы тоже не будем видеть характерного опухолевого узла, а будем видеть нарушение архитектоники либо асимметрию. Если у нас есть поражение ацинуса, то здесь будет классическая картина узлового образования с нечеткими контурами. В качестве примеров хочу привести данный случай. На маммограмме левой молочной железы мы видим нарушение архитектоники, мы видим плотную ткань молочной железы в центральном отделе. Он получается на границе наружных квадрантов перестройка структуры с наличием кальцинатов. При УЗИ вы видите расширенные протоки с наличием неоднородного гипохогенного содержимого, плюс видим множество кальцинатов в протоке. Также при поражении периферических отделов терминального отдела молочной железы мы можем увидеть скопление кальцинатов, перестройку структуры. Это кальцинаты у нас полиморфные, могут распространяться по протокам. При УЗИ мы тоже можем увидеть участки неоднородной структуры, перестройки с повышенным кровотоком, какие-то гипоэхогенные включения в протоке. Мы можем видеть протоковые кальцинаты. Мы можем по этим признакам заподозрить изменения, и здесь обязательно требуется дальнейшее обследование и верификация этих изменений. Или узловой компонент. Так тоже может выглядеть неинвазивная опухоль молочной железы. Здесь как раз классические признаки злокачественного заболевания. Узловое образование, неправильные формы с нечеткими контурами, неоднородной структурой, прессонной эластографией, высокая жесткость образования. И здесь, конечно, тоже требуется дальнейшая дообследование и верификация этих изменений. МРТ в диагностике неинвазивных опухолев – это обязательный этап, обязательная модальность, которую мы должны использовать для определения распространенности процесса. Наличие кальцинатов не всегда, и выявление этих кальцинатов не всегда дает нам полную картину распространенности. Оценить распространенность по мемограммам, по ультразвупу не всегда представляется возможным. Зачастую истинные размеры опухоли намного больше, и при столь малом изменениях на мемограммах, вы видите просто линейные кальцинаты распространены по протокам, а на МРТ исследовании мы видим достаточно большое поражение от соска до периферии, целая доля измененная. И здесь совсем другая тактика уже хирургическая в лечении конкретной пациентки. Еще один пример. На мемограммах мы видим небольшой участок перестройки ткани с наличием кальцинатов, группы кальцинатов полиморфных. Если мы делаем… Вот на предстоянии в снимке видна даже лучистость, перестройка структуры, и на МРТ вы видите зону поражения также больше, чем мы выявляем ее при маммографическом исследовании. Это лишний раз доказывает, что мы должны применять все модальности, которые у нас есть, все методы исследования и маммографии, и УЗИ, и обязательные МРТ именно в диагностике как первичного поражения, так и распространенности неинвазивных форм ракомолочной железы. Ну и на следующем этапе, естественно, мы должны применять какую-то методику верификации выявленных изменений. В предыдущем докладе как раз рассказывали о различных вариантах биопсии. Мы можем выполнять биопсию под контролем ультразвукового исследования, под контролем рентгенологического исследования, что чаще всего и выполняется. Это уже технологии давно существуют, они достаточно многими применяются, поэтому, наверное, они уже, скажем так, используются как рутинные технологии. Но в ситуациях, когда плохо визуализируется очаг поражения на рентгене и на УЗИ, мы четко не можем определить зону биопсии, конечно же, в этой ситуации нам необходимо применение биопсии под МР-контролем. Почему нужно выполнять биопсию? Я думаю, тоже мы этот вопрос постоянно на всех конференциях поднимаем. Биопсия либо секторальная резекция. Биопсия – это диагностическая процедура, амбулаторная, подместная анестезия. Мы четко ставим после биопсии диагноз, поэтому, конечно же, максимально, несмотря даже на сложность проведения биопсии под МРТ, повреждение ткани все равно меньше, чем секторальная резекция. Это выполняется амбулаторной, подместной анестезией. И даже в этих ситуациях, конечно же, лучше сначала получить гистологическую верификацию выявленных изменений, дальше уже решать об объеме операции. Опять же, диагностическая секторальная резекция влечет за собой определенные ограничения в последующем применении органа, сохраняющего лечение. Накладывает, естественно, какие-то проблемы в планировании уже косметических операций, в планировании этих органореконструктивных операций. Поэтому, конечно, в верификации нужно добиваться, скажем так, стопроцентной предоперационной верификации выявленных изменений различными путями. Мой доклад будет именно о биопсии под МРТ. Ну и еще один пример, почему лучше биопсия, чем секторальная резекция, визуально никаких изменений. Вот стрелочка здесь указана, разрез после биопсии и вот разрез после секторальной резекции. Конечно, диагностическая процедура с меньшим должна быть косметическим дефектом. На сегодняшний день у нас существуют приказы и разработаны методические рекомендации по выполнению биопсии под контролем УЗИ, под контролем рентгена, под контролем МРТ. В принципе, меньше документов, но, в принципе, оснащение и нормативная база, она точно такая же, как и при биопсии под ультразвуком и под рентгеном. Почему мы должны выполнять биопсию под МРТ? Зачастую мы выявляем большое количество образований, которые не визуализируются. На подозрительных суспециозных образований, по АРАС-4 и выше, по данным МРТ, мы никак не можем опровергнуть это заключение другими методами исследования. И если мы посмотрим по данным этой статьи, здесь вот в таблице приведено исследование, достаточно большое количество биопсий дают доброкачественные изменения. Это как раз подтверждает, что специфичность МРТ, при высокой чувствительности МРТ исследований, специфичность, она намного ниже. Но, несмотря на это, мы должны верифицировать выявленные изменения. Все равно вот эти данные образования, которые выявлены, например, выявлен рак молочной железы, это все ситуации, когда этот рак не был виден ни при УЗИ, ни при маммографии, либо мы не могли четко верифицировать по другим методам визуализации эти изменения. Поэтому, конечно, при подозрительных участках на МРТ приходится выполнять биопсию. Несколько примеров биопсии и причин, поводов, почему мы решили пойти на биопсию. Одна пациентка в возрасте 41 года, у нее наличие мутации БСИ-1, в семье были выявлены у родственников фраг молочной железы, прошло скрининговое обследование. Четко данных за изменения в молочной железе по маммографии, даже при том и синтезе, нет. Здесь я привел в пример именно правую молочную железу, потому что при дополнительном исследовании из-за наличия мутации решили направить ее на МРТ-исследование. И была выявлена зона линейного накопления контраста, подозрительная, вот здесь обведена она. И, конечно же, в данном случае мы не можем никак по-другому опровергнуть эти подозрения. И, конечно, здесь необходимо было выполнить биопсию под контролем МРТ. И получили по гистологии очаг пролиферации протоков с АТП. И пациентка после этой биопсии была направлена уже на секторальную резекцию. При данной гистологии мы уже не могли оставить пациентку под наблюдением, так как выявлена была биопсия. Другая ситуация, когда уже у пациентки выявлен рак молочной железы, верифицировано образование левой молочной железы, плотный рентгологический фон. Для оценки распространенности процесса пациентке было выполнено МРТ-исследование. И в правой молочной железе было выявлено образование, неравноверно накапливающее контрастный препарат. Выставлена категория Байрат-4. Так как не было выявлено это образование, ни на УЗИ мы не смогли найти его, ни при маммографии, видите, очень плотный фон, ничего не оставалось сделать, как выполнить биопсию под МРТ-наведением. По гистологии переканикулярной фибродномы. Достаточно часто при выполнении биопсии под МРТ мы получаем диагноз именно фибродномы. Активный кровоток в этих доброкачественных образованиях не всегда позволяет лечить четко фибродному от злокачественного процесса, поэтому достаточно часто мы выявляем именно фиброденомы в подозрительных образованиях, которые видны на МРТ. Еще один пример. Пациентка проходила скрининговое обследование. У нее установлены импланты молочной железы, поэтому сначала было выполнено маммографическое обследование и выявлена зона асимметрии. При томосинтезе сохраняется перестройка ткани, но четко сфокусироваться, куда делать биопсию, мы здесь все-таки не могли определиться и решили доделать МРТ-исследование, до которого мы видим достаточно явную зону накопления контраста, неоднородная зона неправильной формы. И здесь было решено выполнить биопсию под МРТ, так как четче визуализировалась эта патологическая зона, было понятно, куда делать биопсию. И здесь как раз мы выявили инвазивную форму рака молочной железы, пациентка получила лечение, ей в процессе лечения выполнена была подкожная мастэкономия, установлен имплант большего размера, вторая железа не трогали, и она полгода назад приходила на контрольное обследование. По данным МРТ никаких изменений нет, симметрия молочных желез сохранена, достаточно хорошее выполнено правильное лечение и прекрасный косметический результат. Что нам нужно для проведения биопсии под МРТ? Естественно, это МР-сканер, биопсийная катушка для молочной железы, система для вакуумной биопсии. Процедура проводится в МР-кабинете, в процедурном кабинете непосредственно, под местной анестезией никаких дополнительных систем не нужно. Естественно, система вакуумной биопсии должна быть оснащена именно зонгом для работы в кабинете МРТ. Также дополнительный набор для локализации выявленных изменений. Вот так вот выглядит катушка для биопсии с зоной с доступом к молочной железе, и мы как раз и проводим разметку для выполнения биопсии через вот эту решетку для биопсии, через эти окна. А как проходит по этапам биопсии под контролем МРТ? Выполняется поисковое исследование. Первое исследование со специальной меткой, для того чтобы нам потом определиться, в какое из окошек нам нужно вводить иглу. Вводятся контрастные исследования. Мы определяем относительно вот этой нашей неточки нахождение самого образования в молочной железе. И аппарат нам рассчитывает и показывает, в какое окно решетки нам нужно выполнять биопсию, на какую глубину устанавливается зонд. После этого мы выполняем местную анестезию. Делается разрез для введения зонда. Устанавливается специальная метка, которая видна при МР-исследовании с контрастом. Вот так вот она выглядит. И на снимке мы видим эту метку и оценим ее положение. В зоне биопсии здесь установлена метка правильно. В зоне накопления контраста как раз. И после этого выполняется биопсия. Забирается от 6 до 12 образцов ткани молочной железы. Вокруг как раз этого зонда. Зонд двигается вокруг собственной оси. Вся апертура поворачивается вокруг собственной оси. И мы забираем ткани как раз вот в этой зоне, где у нас апертура. После чего мы получаем материалы истологические. Дальше пациентка... Это исследование выполняется амбулаторно. Пациентка отпускается домой после проведения процедуры со льдо. Домбед пауза. В полчаса мы наблюдаем за пациенткой. При удовлетворительном ее состоянии она отпускается домой. В заключении мне бы хотелось сказать, что биопсия по ДМР наведениям является достаточно точным методом для верификации изменений. Естественно, так как она достаточно дорогая процедура, то в первую очередь мы делаем по ДМРТ только те образования, которые визуализируются на МР-момографии. А если образование мы можем визуализировать при УЗИ или при лентгене, пусть это будет Second View, после проведения МРТ мы повторно сделали УЗИ и увидели это образование, тогда мы, конечно же, будем использовать более простые, более дешевые технологии для верификации, но если других возможностей нет, то здесь только МР-биопсия. Как я уже сказал, что и по нашим данным, и по данным литературы достаточно часто мы верифицируем доброкачественные изменения, но опровергнуть без биопсии результаты МРТ не всегда возможны. И так как затраты и время на процедуру под МР-контролем достаточно высокие, то, конечно, стараемся делать биопсии, образование под рентгеновским исследованием, под контролем УЗИ, и если нет другой возможности, то выполняется уже биопсия под МРТ-контролем. Спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы, слышал, что они уже были.